Наш музей – это музей современного искусства Антверпена, а аббревиатура нидерландская – это Мухка, Мюзею Мьедендахсик Кюнст Антверпен. И вот эта как бы странная аббревиатура, что делать с этой буквой «Ю», которая «У» по-русски была «БД», а по-голландски «Ю», потому что это как бы не настоящая аббревиатура, это «Му-Мюзею». Мы только решали этот вопрос и пока еще, может быть, не решили, но сейчас, пока еще, музей называется «Мухка», но пишется «М», а потом «Пустота», а потом «Х», а потом «К», а потом «А». И это на самом деле часть, это является работа, художественная работа бельгийского художника Кристофа Терлиндена, и просто его проект такой, чтобы снять эту букву «У». И вы видите сейчас нашу башню, у нас две пространства внутри, интересные, как бы круглые залы, а я экстерьер такой, «М», потом «М». Посетители, особенно неудобно бывает, работать с печатью, потому что вот эта пустота, она создает очень много, как бы типографических проблем, но в этом идея художника, чтобы именно пустота была видна. И поэтому вот эта работа, это как бы первая работа, которую видит посетитель, который придет к нашему музею, как вы видите. Это наше здание, может быть вы видите тоже, что там есть как бы разные архитектуры в середине, чуть повыше, и там на самом деле старые здания. Мы находимся в южной части города Антверпена, и город Антверпен важен как коммерческий центр, как центр торговли. Антверпен, и это уже очень давно, он был самым, по-моему, самым богатым, или один из самых богатых городов мира уже в 16 веке. И он до сих пор богатый город, и это для того, что его порт пока еще, несмотря на конкуренции, конкуренции из Китая, один из 20 самых мощных портов в мире. И как раз этот район, где мы находимся, там есть старый, уже не работающий бассейн, там сейчас есть автопаркинг, но там был один из бассейнов порта раньше. Рядом с нами, недалеко от нас, находятся Королевские музеи изобразительных искусств и другие культурные заведения, так как музеи фотографий. Так что южная часть Антверпена, можно сказать, культурная часть города. Антверпен, я сказал, что это коммерческий город, и это влияет на нас, потому что это, может быть, не сам натуральный культурный центр Филандрии или Бельгии, но, я думаю, именно поэтому фламандское правительство решило создать наш музей 26 лет тому назад, в 87-м году, но раньше был такой международный центр культуры в Антверпене, и он существовал с 70-ти до 82-го года. И он является основой, архив этой организации, является основой нашей коллекции. Я буду об этом рассказывать. Я вообще буду рассказывать о коллекции, потому что очень часто, когда люди думают о музее, они как раз думают о выставках. О выставке бывает, как бы, самая яркая часть программы и самая видная часть программы. У нас, например, сегодня, сейчас, есть большая выставка фламандского художника Пономаренко. Пономаренко, как вы понимаете, это не фламандская фамилия, и это как бы кличка его. Он выбрал эту кличку, видимо, он выбрал эту кличку, потому что он слышал радио когда-то в начале 60-х, и тогда был такой Пантелеймон Пономаренко, может быть, я думаю, что вы его знаете здесь, в Беларуси, он связан был с Беларуси. И он тогда был послом Советского Союза в Нидерланды как раз. И дело в том, что Пономаренко очень интересуется летящими машинами, машинами, которые он конструирует, он строит, и неясно, летят ли они или нет. Но он вот эту кличку выбрал, потому что это не только Пономаренко, но там скрывается тоже аббревиатура американских авиалиний Панам. По-нидерландски «эн» это «и», слово «и», и «ко», конечно, «и-компания». Так что «по нам» — «и-компания», «по нам», «эн», «ко», «по намаренко». Да, у нас сейчас большая его выставка, очень популярная, очень много посетителей. И в это же время только что открылась выставка русского художника Ольги Чернышовой на втором этаже. Так что программа такая сейчас. А все-таки в музее не только выставки происходят, а идентичность, если так можно сказать, музея формируется тоже с коллекцией. Коллекция — очень важная часть. И если говорить про европейский музей, тогда, я думаю, важно вспомнить о том, что основа музея как раз коллекция. Я буду говорить про наш музей, как европейский музей. Это не так как бы странно. Бельгия все-таки... В Бельгии есть центр Совета Европейского Союза, Брюссель. Бельгия сама очень европейская страна. Была там три официальных языка — нидерландский, французский и немецкий. И там связано с этим немного сложностей. Дело в том, что до начала 70-х Бельгия была централизированная государство, королевство. И еще, как вы знаете, у Бельгии были колонии в Африке и так далее. А Конго и другие колонии освобожнились. Были 60-е годы. И всякие политические движения. И одно из них — децентрализация. Децентрализация Бельгии, можно сказать, расколь Бельгии, началась в начале 70-х и до сих пор идет. И она, вот эта децентрализация началась как раз в сфере культуры. Фламандское сообщество, лингвистическое и культурное сообщество фламандов началось как раз в начале 70-х с культурными институциями. И одна из первых — как раз это центр международного культуры, International Culture Center, Conference. Да, и потом, когда был основан музей, он был основан как раз как музей фламандского сообщества, современного искусства, фламандского правительства. Так что сейчас, когда Фландрия все активнее стремится к независимости, можно так сказать, наш музей становится важным для правительства, потому что это одно из культурных учреждений, которые смогут быть основой нового государства, основой культурной политики нового государства. Так что то, что мы делаем в музее, это важно не только для нас, не только для посетителей, но и для фламандского правительства. Мы делаем разные вещи, и у нас разные программы, но одна программа очень важная, очень политически важная — это наше сотрудничество с другими музеями в Европе. Мы создали конфедерацию европейских музеев современного искусства. Наш музей — один из фундаторов этой конфедерации, называется «International» по-французски, и другие члены этой конфедерации, в основном музеи, можно сказать, среднего формата, как и мы. У нас работает около 50 человек. Такие, как Музей современного искусства в Барселоне, Модерная галерия, Музей современного искусства в Любляне, в Словении, Музей в Анапе, в городе Эйндовен, в Нидерландах, Центр современного искусства САЛТ, в Стамбуле, и в Анкаре, в Турции. Но и есть один очень большой музей в нашей группе, и это Музей современного искусства Королёвой Софии в Мадриде. Это значит, наша группа, наша конфедерация музеев является одним из, я бы сказал, основных плееров, если так можно сказать по-русски, в европейском мире музеев. Именно за то, что это самая добровольная конфедерация самостоятельных независимых музеев, которые помогают друг другу. Мы сможем свободно пользоваться коллекциями других музеев, мы организуем вместе совместные выставки, и мы получаем гранты, совместные гранты от Европейского Союза. И этот модель, новаторский модель сотрудничества между музеями, он важен для того, что он отличается от модели франчайзинга. Я думаю, что есть такое слово русское, франчайзинг. Этот модель франчайзинга стал особенно важным для музеев после политики Гугенхеймского музея в Нью-Йорке. Вы, наверное, знаете, что бывший директор Гугенхейма, Керенц, начал сотрудничать, между прочим, с Эрмитажом в Санкт-Петербурге. И пока и до сих пор идет очень активное сотрудничество между Эрмитажем и Гугенхеймом. После этого Гугенхейм стал создать филиалы в разных городах мира. Особенно известный филиал – это Гугенхейм-Билбао, бывшем промышленном городе Билбао в Испании. Этот модель контроверсический, потому что города, или сообщества, или регионы, с которыми Гугенхейм сотрудничает, они сами строят здания, они сами платят за эти музеи, но за это они могут пользоваться коллекцией Гугенхейма. Так что модель франшайзинга, он как бы неолиберальный, если хотите, модель действования музея сегодня. Еще есть некоторые интересные примеры этого другого моделя франшайзинга, это именно Тейт в Англии. Есть Тейт Британский Тейт, это основа. Потом Тейт Модерн, потом уже есть Тейт Ливерпул и Тейт Сан-Айвс. Это, можно сказать, комбинат, по-советски, или конгломерат музеев в одной стране, в Великобритании. Это очень централизированный модель. И подобная модель есть во Франции. Сент-Помпиду имеет свой филиал в Мэдсен, на севере Франции. Лувр, французский музей, тоже имеет свой филиал на севере Франции. И скоро будет филиал Лувра, как, может быть, вы знаете, в Абудаби, в Эмиратах. Так что большие музеи действуют как конгломераты, как корпорации. А мы, музеи, я бы сказал, среднего формата, исключая Рейна-София в Мадриде, мы хотим отработать другой модель. И на интернационале пока еще экспериментальный модель. Мы не знаем точно, какое будущее будет у этого моделя. Но мы надеемся, что это будет как раз очень положительно и как раз очень выгодно не только для нас, но и для наших посетителей, наших зрителей. Это важно, потому что наши музеи, я скоро буду говорить про коллекцию, но наши музеи могут, потому что они сотрудничают, они могут специализироваться. Например, Рейна-София в Мадриде, у них очень тесные связи, очень активные связи с Латинской Америкой, разумеется. Модерна галерея в Словении, у них есть интересная коллекция современного искусства, и искусство 60-70-х годов из Восточной Европы. Салт в Турции, конечно, имеют огромную информационную базу о турецком искусстве и истории Турции, потому что это на самом деле принадлежит одному из самых крупных банков в Турции, бывшей Оттаман-банке, бывшей банке Оттаманской империи, частной банке. Так что у них очень интересный архив, кстати. И музеи в Эйнофене, в Анапе, у них прекрасная коллекция западного искусства, так говорить, но тоже у них есть интересная коллекция художника Эль Лисицкого. Так что у них тоже есть связи с Россией. А мы, как музей, мы специализируемся, разумеется, в области фламандского современного искусства. Это наша, как бы, боль. Но потому что наш директор Бар де Баре имеет тесные связи с коллегами из России, в том числе с Виктором Миссианом, известным куратором. У нас есть тоже коллекция и выставки, коллекция художников из России и из других стран бывшего Советского Союза. Особенно у нас, особенно есть интересная часть коллекции художников из стран Средней Азии. И это, я бы сказал, довольно редко бывает в Западной Европе, поскольку я знаю, подобная коллекция современного искусства Средней Азии есть у нас и есть в одном музее в Италии, в Брату. И это фактически все. Большие эти конгломераты, большие музеи Тейт, Бугенгейм, Центр Пампеду и другие, они уже не начали коллекционировать как раз искусство из этих стран. И пока слабо развито, я бы сказал, даже коллекционирование русского искусства в этих музеях. Мы стараемся быть как бы... Мы стараемся специализироваться в этом отрасли и дальше двигаться в этом направлении. И сейчас немного о коллекции. То, что мы видим здесь, это письмо от французского художника и поэта Роберт Филью, письмо директору знаменитого музея современного искусства в немецком городе Мюншенгладбах и датируется, по-моему, это 1970 год. Он предлагает построить в этом музее три туалета. Первый для женщин, второй для мужчин и третий для художников. И это как бы типично для этого замечательного художника. Он на самом деле, как я сказал, был и поэтом, и художником. И мы как раз готовим большую ретроспективу его на 16-й год, два года остается. Он по образованию экономист. На самом деле он поехал в Америку, чтобы искать своего отца, когда ему было 18 лет, после войны. И он работал на заводе Кока-Коля в Калифорнии. И он занимался экономикой в университете. И он стал сотрудником Соединенных Наций. И он работал для них в Корее, в Египте, в Испании, в других странах. А потом он вдруг бросил это все. Он бросил свою работу, деньги, зарплату, пенсию и все. И он стал поэтом, художником. И у него фактически ничего не было, кроме своих идей. И он стал очень важным представителем движения «Флуксуса». Это было в начале 60-х. И, как я сказал, мы готовим большую выставку. Он умер довольно рано, в 87-м году. У нас в музее как раз есть реализация этого проекта. Это наши три туалеты для посетителей. Для мужчин, женщин и художников. Можно сказать, что Филью – это как бы основательная фигура для нашего как раз мышления об искусстве. У нас очень важна как бы идейная основа современного искусства. Но это одно. Другое – это та традиция, которая уже есть в городе Антверкена. Я сказал, что в 70-х было такое учреждение «Интернашнол Каулджи Центре». Они пригласили в то время очень перспективных художников, молодых художников, которые, конечно, сейчас становились очень важными, известными художниками. Но тогда они были довольно молодыми. Один из этих художников был как раз американский скульптор, художник Гордон Матакларик, который умер очень молодым. Он умер уже в 78-м году. Ну, как раз в 77-м году, это был юбилейный год Питера Паула Рубенса, великого антверпенского художника, и его пригласили в Антверпен, чтобы делать интервенцию в одном здании. Это он часто делал, он начал это делать в Нью-Йорке. Он искал брошенных зданий, и он из этих зданий сделал как бы скульптуры, инсталляции. Сначала он выбрал бывший офис, здание бывшего офиса в Антверпене. Владельцы этого здания хотели разрушить это здание, но они согласились это не делать сразу, а дать ему экспериментировать с этим зданием. Сначала он хотел создать негативную сферу фасады этого здания, просто как бы негативную скульптуру формы и сферы. Это оказалось слишком трудно из-за технических, инженерских причин, и вместо этого он создал трехмерную рисунку, можно так сказать. Он резил эти формы в разных этажах этого здания, и получилась очень интересная работа, и он назвал эту работу офис барокки, офисный барокки. Это, конечно, имеет значение в Антверпене, потому что Антверпен, можно сказать, город 70 века, город барокка. Там до сих пор существует этот стиль. Это один из последних инсталляций такого рода этого художника, потому что, как я сказал, он очень молодым умер. И вот разные фотографии этого инсталляции. Бывший тогдашний директор Центра международного культуры Флор Бекс, который тоже является автором этой фотографии, он знал, что художник болеет, он знал, что, может быть, он скоро умрет, и он хотел из этого здания сделать как бы основу будущего музея современного искусства в Антверпене. И он организовал компанию среди других художников американских из других стран создать фонд Гордона Монтекларка, фонд для поддержки развития музея современного искусства в Антверпене. он получил целый ряд работ из этих художников, и эти работы сейчас находятся в нашей коллекции. Но вот эта компания, которой принадлежило здание, они не хотели согласиться с этим, они просто никому об этом не говоря разрушили вот это здание один день в 80-м году, и этот проект как бы остался без основы. Вот этого здания уже не было, не было как бы основа для создания музея современного искусства. Это, конечно, очень жалко. И сейчас, представьте себе, если бы было сейчас это здание в Антверпене, с этой инсталляцией Гордона Монтекларка, это была бы огромная ценность для города, для нас, для культурной жизни вообще. Но иногда это сотрудничество с частными спонсорами не получается так, как музейные люди хотят. Я об этом расскажу, потому что можно, если смотреть на наши музеи, на другие музеи, ну как из другого контекста, тогда может оказаться, что у нас, например, в Бельгии, или в Голландии, или в Германии, всё с этими культурными учреждениями очень хорошо, что поддержка очень-очень сильная, что они имеют своё место в культурной жизни, и что правительство, сообщество, города и все прочие личные спонсоры очень хорошо относятся к музеям и к их деятельности. Но на самом деле у всех бывают трудности, и у всех бывают трудные начала. На самом деле уволили этого директора от поста директора Центра международного культуры, и только пять или шесть лет после этого он опять стал директором нового музея. Ещё фотография из этой инсталляции. Ну, мы потеряли это здание, его уже нету, но зато есть другое здание в городе, другой дом, который сейчас принадлежит нашему музею, как сателлит, и это дом ателье художника, про которого я уже рассказал немного, а именно Панамаренко. Это вы сейчас видите, как этот дом, где он жил и работал много лет. Сейчас выглядит после реконструкции, после ремонта. То, что вы видите на крыше, это платформа для вертолёта, и на самом деле может там, он выдерживает лёгкий вертолёт. Мы никогда этого не пробовали, но это рассчитано на этом. Сейчас это дом-музей, и он открыт для посетителей, но только семь человек в неделю. могут попасть в этот музей. Иногда популярность объекта, популярность музея зависит от трудностей туда попасть. Это очень популярный, очень длинный список жиляющих туда попасть. И на самом деле очень интересно, очень красиво отремонтировали, и это даёт очень хорошее представление о том, как он жил и работал в этом доме. Это просто интересно тоже заметить, что в коллекции у нас есть и совсем нематериальные работы, как эта несуществующая буква «У», и совсем материальные вещи, как целый дом. У нас в коллекции тоже есть работы, которые существуют как концепции, существуют как идеи, как программы. И один хороший пример, другой художник фламандский, это женщина Лили Дежури. У нас в коллекции есть её работа 71-го года под названием «Американский империализм». «Американский империализм» — это значит, конечно, полная доминация в дискуссии об искусстве в этих годах американского минимализма, строгого имперского минимализма. И, конечно, что этим хотел сказать художник? Это всегда такой вопрос. Но она хотела обратить внимание на то, что те же люди, которые критиковали американский империализм в политике, например, критиковали войну вьетнамскую, когда речь шла об искусстве, они совсем без критики приняли доминирующие тенденции американские и приняли их как настоящие, и приняли их как, может быть, единственное настоящее искусство в это время, в том числе минимализм, концептилизм и поп-арт. Она хотела обратить, я сказал, на это внимание, и это она делает через название этой работы, но тоже самой работы. Эта черная плоскость, что мы видим здесь посередине, это металл, это железо. Довольно, довольно тяжело, и есть разные варианты, как красить стену, и как красить или не красить этот металл. Есть, по-моему, 12 разных вариантов, и мы сможем реализировать эти 12 варианты по договоренности с художником. Если зритель стоит прямо перед металлом, зритель видит совсем минималистическую работу, просто металл и стена, и всё, но если он двигается, он видит этот промежуток, потому что, как вы видите, стена не закрашена за металлом. Так что открывается непонятный промежуток, и открывается тоже, как бы, совмение, что это значит американский империализм, и как мы его понимаем. Вообще можно сказать, что наша коллекция базируется фламандскими художниками, и это ещё один фламандский художник, живописец Ун Ван дер Брук, который недавно писал эту картину. Это вариацию, современную вариацию знаменитой картины Мадонны, французского художника 15 века Фуке, и оригинал находится как раз в Королевском музее изобразительных искусств в Антвербене, в нашем городе. И эта картина стала символом этого музея и символом города. Но поскольку музей сейчас закрыт, надолго закрыт ремонтом, картина путешествует. Она бывает в разных музеях в мире. Я последний раз её видел в музее Эл Прадо в Мадриде. У нас есть эта копия, которая намекает на оригинал, но всем ясно, в чём дело, потому что все знают оригинал. С этими хирургинами. Это довольно психоделическая картина, я имею в виду оригинал. Довольно интересный. Вообще можно сказать, что у нас есть, как я сказал, основа коллекции пламанских художников, потом международная коллекция есть, и в том числе коллекция художников из России, бывшего Советского Союза. Но это один вариант, как характеризировать нашу коллекцию. Другой вариант, это то, что мы сделали два года тому назад, когда мы организовали выставку и книгу про нашу коллекцию. Мы пытались концептуально понять, о чём наша коллекция. Как можно схематизировать содержание нашей коллекции. Мы избрали 200 художников и представили их работы в книге. И в конце концов мы так придумали, что в коллекции есть три основных темы. Мы сейчас видим, я бы сказал, довольно яркий пример. Одно из этих тем, это образ. Образ, образность. Это не обязательная живопись. Конечно, это может быть и фотография, рисунки, другие формы образа. Но образ – это, может быть, это слишком ясно, может быть, но всё-таки это важно понять, чтобы и в современном искусстве не всегда речь идёт о проекте или о концепте, но образ играет очень важную роль до сих пор в искусстве. Другое, что важно в нашей коллекции, это работы, которые отражают акцию. Не только performance, в том числе, но разные акции, разные активные, человеческого тела или ума, или просто социальная активность, разные перформансы, я сказал уже, но и другие видеоработы, которые основываются акциями всякими. Так что образ – одно, акция – другое. А третье – общество. Это, конечно, всё условно, и это абстрактно, и, может быть, это слишком условно, слишком абстрактно, но это нам помогает понять, что у нас есть в коллекции и что ещё не хватает в этой коллекции. Когда мы организовали выставку, мы как раз хотели не обратить внимание на то, что, чего у нас не хватает, потому что очень часто музеи это делают, когда они организируют выставки, а нам просто хотят обратить внимание на то, чего не хватает, чтобы влиять, наверное, на правительство или на других спонсоров, чтобы они дали деньги, чтобы музей смог купить новые работы, и чтобы этих недостаток уже не было. Мы хотели не так поступать, мы хотели эту выставку организовать по принципу знакомства с коллекцией как с характером, как с персонажем. и выставка, которая организовалась в нашем музее в прошлом летом, как раз и называлась «Коллекция как персонаж». Это значит, то, что у нас есть, это у нас есть, чего нет, это нет, этого нет, но всё-таки то, что есть, рассказывает про этого персонажа нашей коллекции и что-то говорит о нас, о городе и вообще об этой культуре, в которой мы существуем и работаем. Несколько примеров, что есть в нашей коллекции и как мы поступаем, когда мы хотим что-то добавить в коллекцию. Есть разные, разные, конечно, методы, можно просто купить, это стоит очень дорого, у нас денег немного, иногда приходится более, как бы, более активно думать об этом, как можно что-то добавить в коллекции. Эта работа есть в нашей коллекции, но это реконструкция, одобренная реконструкция, одобренная автором реконструкция, одна из первых работ художника Даниила Шпыры. Даниил Шпыры это художник румынского произвеждения, который живет в Швейцарии, и он сначала был танцером, актером, и как раз в конце 50-х годов он был приглашен участвовать в событии в Антвердене. Это был, это была не совсем выставка, это была как бы акция, событие, и его пригласили как деятеля культуры, и он создал этот автотеатр, как называемый. Это моторы, которые двигаются, и вы видите там тексты, может быть, есть вот здесь более видно, там там зеркало, там тексты, тексты двигаются, зеркало тоже двигаются, человек, который становится зрителем, он в то же время становится актером. Дело в том, что зритель, актер по идее должен читать вслух эти тексты, которые идут и смотреть на себя в эти зеркала, которые тоже двигаются. и из этого работы, из этой работы художник как бы стал более смелым, и он стал очень важным современным художником в начале 60-х. И я его сейчас приглашаю участвовать на выставке в нашем музее, он еще жив, хотя ему, по-моему, 80 лет, или 85 еще, чтобы он участвовал на выставке в следующем лету. Так что работа у нас есть, потому что мы строили эту реконструкцию для выставки о художественной жизни в Антверконе в 50-х годах. И автор согласился, чтобы мы строили реконструкцию и чтобы эта реконструкция становилась частью нашей коллекции. Другой пример, вы, наверное, знаете этого художника, это он сам, это Владислав Мамышев-Монро, петербургский художник, который, к сожалению, в прошлом году умер, его уже нету. Он, ну, как вы знаете, наверное, он сам персонифицирует всех этих персонажей. Он очень гениально делает Путина, например. Путин совсем гениален. Он даже на своем открытии в Испании появился как Путин. И вот люди думали, что это был настоящий Путин, который там говорили с людьми, там, с детьми и так далее. Вот это есть серия Старс, серия довольно крупногабаритных работ. И это другой пример, как мы можем добавить работы к нашей коллекции без большого бюджета. Как раз эти работы были проданы. Они сделались специально для выставки в нашем музее. Выставку, которую организовал как раз Виктор Месьянов. И потом мы договорились с автором, чтобы эти работы оставились в нашей коллекции. Так что мы платили за продукцию и таким образом купили эту работу. Я об этом расскажу довольно откровенно, чтобы вы не думали, что раз мы музей в Бельгии, у нас очень много денег, и у нас все хорошо. Так что так не бывает. Бывают всегда разные сложности, и надо как бы поступать я бы сказал хитро, чтобы была интересная коллекция. Ну да. Конечно, это делается только с согласением авторов, потому что у этих авторов, это было 12-13 лет тому назад, они были синтересованы как бы частыми, чтобы их работы были в нашей коллекции. Всегда такие разные взаимности бывают. Если это, если работа Мамишева Монро, если эту работу можно характеризировать как автопортрет, в определенном смысле, конечно, автопортрет, работа перувянской художницы Терезы Бургой это на самом деле автопортрет. Это так и называется автопортрет. Дело в том, что в нашей коллекции исторически очень мало женщин. и я всегда стремляюсь к этому, что когда мы организуем выставки, чтобы 50% участников были женщины, потому что в обществе вообще так бывает. 50% женщин, 50% мужчин. Не всегда, но нормально так бывает. у нас на самом деле в коллекции около 16% женских авторов. Это, конечно, слишком мало. Когда мы организовали выставки, мы пытались корректировать это. И сейчас, когда мы покупаем новые работы для коллекции, мы тоже стараемся корректировать этот дисбаланс, жендерный дисбаланс. И Тереса Бурга как раз является интересным художником. Она долгое время была как бы забыто. Сейчас молодые кураторы из Перу стараются как бы показать его работы. Мы с директором видели эту работу в биеннале в Стамбуле несколько лет назад. И нам повезло покупать эту работу через куратор как раз. Через этого молодого куратора. Это интересно. Это можно сказать не совсем наши профи коллекционировать искусство из Латинской Америки, но все-таки важно, как я сказал, поправить эти пропорции коллекции между мужчинами и женщинами. Я сказал, что основа нашей коллекции фламандские художники, один из них художник Гийом Байль, который известен тем, что он как бы инсталирует в музейном пространстве совсем другие феномены. У нас одна его работа есть автошкола, школа для водителей. Он просто взял весь мебель и все оборудование одной школы для водителей. Это было в 1979 года и представил этот мебель в музее. Так что одну комнату в музее он превращал комнату в школе для водителей. И так далее, и так далее. Он сделал парикмахерскую в музее, он сделал магазин ковров, тюрьму, как бы станцию милиции и так далее, и так далее. И это его как бы эти иммерсивные инсталляции, трансформативные инсталляции, он их называет так, становились очень популярными в 80-е. И у нас есть несколько работ. Эта работа называется Мон Шалей, примерно по-русски моя дача, и вот это собственно говоря дача. Это как бы диорама, то, что вы видите здесь, это один из наших круглых залов, где мы инсталлировали по инструкциям художника эту работу с газонами, сама дача есть внутри мебель и зеленью. Ну, это как бы диорама в любом музее, допустим, зоологическом или политехническом, историческом или так далее. Так что вот этот как бы смесь контекстов как раз характерен для этого художника, Гийом Бэррина. У нас цель есть в коллекции цель таких инсталляций более концептуального характера и одна из этих инсталляций итальянского художника Микеланджело Пистолетто, который тоже является важным представителем тенденции в искусстве который называется по-итальянски арте повара. А по-русски это будет примерно бедное искусство. Искусство, которое бедное за то, что оно употребляется очень простыми методами, материалами и визуальность как бы очень ну нероскошная. у него есть большая организация в городе откуда он родом на севере Италии Пьелла который называется Чита Деларта и это по-русски будет город искусства где он собирает разных молодых и не только молодых художников изо всего мира ученых архитекторов дизайнеров и других людей писателей и стараются они стараются вместе выдумать какое может быть будущее и как раз эта инсталляция тоже можно сказать это остатки из выставки которая была в нашем музее это это как бы визуальный офис этой организации где в разных комнатах условно должны люди заниматься разными разными предметами как экономика философия окружающая среда и так далее как вы видите так что это тоже иммерсивная инсталляция может быть из визуальной точки среди ничего особенного но когда он впишивается в контекст в том числе на выставках где есть работы других авторов он становится очень как бы интересным и понятным делом всегда в кураторстве когда представляешь такие работы другой автор который микеланджело пистолета является важным автором для нашей коллекции и как роберт фелью для нашей понятия что такое искусство что такое современное искусство что такое как раз образ акция общества и как они связываются друг с другом другой очень важный автор у нас американский точнее говоря чероки индейц он индейц из народа чероки строго запрещается употреблять слово племя когда говорится об этих народах они народы они нации я это знаю от художника самого потому что он в 70-х был очень важным активистом движение за независимость американских индийцев american indian movement он даже был их представитель в нью-йорке в организации оон потом он вернулся к искусству в начале 80-х он организовал первую свою персональную выставку после длинного пауза нью-йорка под названием по-английски a matter of life and death and singing и я не знаю как по-русски будет a matter of life and death and singing кто-то знает a matter of life and death вопрос жизни и смерти по-моему да вопрос жизни и смерти и пения хорошо спасибо но это намекает на его мышление мы организовали в том числе я и наш директор мы организовали большую его выставку ретроспективную выставку два года тому назад это его работа башня которая которую он создал в городе Мехелин Мехелин находится между Брюсселем и Антверпеном и это было пять лет тому назад в 2009 году когда наш музей был закрыт для ремонта тогда организовались разные проекты в других городах в других помещениях и была большая выставка в Мехелине и он как вы видите он повторяет башню кафедрального собора города Мехелина на самом деле он я сказал что он политический активист он продолжает этот активизм в своем искусстве он очень высказывается и делает работы против архитектуры он говорит что есть два феномена западного мира европейского мира которые особенно вредны для других людей в мире и он имеет ввиду конечно для индийцев для коренного населения нового мира американских континентов и это на самом деле архитектура и вера он категорически против веры и против архитектуры он говорит что и вера и архитектура являются оружием власти методами власти давить над 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 людей и и как бы да что это очень отрицательно и он очень интересно формулирует свои мысли этими темами он джимми даром он не только скульптор художник он тоже замечательный писатель эссеист и поэт и мы недавно выдали его книгу сборку его эссе последних 25 лет вот это другой вид этой работы башня его подобная работа визуально подобная работа которая тоже говорит об образе акции и обществу это работа художника японского происхождения сучан киношита которая тоже занимался занималась музыкой в германии перед тем как она стала художником 25 лет тому назад работа называется штабштере по-немецки по-русски это был это будет примерно место для пыли на самом деле она создала эту работу для известного известной выставки города Генде которую организовал Барда Баара наш директор в 94-м году и выставка называлась This is the show and the show has many names это выставка и у выставки много названий художник ходил по городу познакомился с людьми и спросил у незнакомых и у знакомых людей в городе спросила сможет ли она собирать содержание их пылесосов так что они вот этот пыл который находится внутри пылесоса она собирала так что основа этой работы это пыл города жителей города Генда 94-го года и этот пыл пока еще сохраняется и вот вы видите разные другие детали этой работы и она создает каждый каждый раз когда мы выставляем эту работу она приезжает и создает новую конфигурацию этих элементов другая работа в нашей коллекции которая тоже которая тоже говорит как бы об архитектуре но совсем не так критически как Кенушита или Джимми Даррен который совсем как я сказал отрицательно отрицательно трактирует архитектуру это работа Кабан Эклате примерно как это Кабан Эклате в русский по-английски будет так Exploded Cabin если кто сможет переводить я не знаю Exploded Cabin да и Cabin ну можно сказать Хутор или Дача это как бы геометрическая геометрия этой работы намекает на на здание как может быть вы уже знаете у Дани Лаберена это автор французский автор всегда бывают эти линии и они всегда бывают немного больше чем 8 сантиметров ширины так что всегда бывают та же ширина разные цветы разные конфигурации но все его работы с 60-х очень легко все работы идентифицировать насчет этих линий еще один автор нашей коллекции фламандский автор я уже говорил про Пономаренко Кумбан друг еще автор важный автор из антферпена это архитектор и художник люк де леу он является очень утопичным архитектором у него есть свой офис в 70-х он создал целый ряд интересных анархистических предложений для улучшения общества одно из этих предложений собирать все ядерные оружия организовать большую ракету и послать все ядерные оружия неважно американские советские китайские британские французские все их направлять прямо в солнце и подобные предложения у него было например чтобы в телевидении не было никаких табло никаких программ чтобы телевидение было совсем свободное от программ программирования и на самом деле так и есть сейчас когда люди смотрят телевидение в интернете он тоже он тоже предлагал превращать города огородами чтобы люди чтобы там была агрикультура в городах это тоже постепенно так делается в разных городах мира так что он был как бы он имел интересные чувства для будущего насчет будущего вот эта работа предложение для для вокзала европейского вокзала в Брюсселе как вы видели видите это макет довольно традиционный архитектурный макет и это показывает что у нас в коллекции есть работы которые может быть не совсем являются работами они как бы концепты модели идеи действий но все-таки они у нас имеют свое место в коллекции опять же как я сказал они говорят по-разному про образ акцию и общество я сказал что у нас в коллекции есть работы авторов российских авторов и авторов стран бывшего Советского Союза как раз у нас есть несколько работ несколько работ может быть самого известного из этих авторов а именно это Илья Кабаков вот эта работа как бы это шкаф для человека который спрятаться от истории он не хочет участвовать в истории он спрятаться в стене это на самом деле шкаф и надо этот шкаф он 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 ставится в стен у нас довольно часто выставляем эту работу у нас тоже есть другие инсталляции его кстати несколько работ у нас есть не в музее а в городе я уже показал дом Пономаренко у нас тоже есть эта скульптура аргентинского художника Давида Ламелоса он называется по-французски улосиэль эба элю и это значит примерно где небо низкое и тяжелое и это как раз как бы искусственное небо которое на самом деле да оно давляет над посетителем он очень не могут расти эти дерева например это инсталляция недалеко от музея и совсем рядом музея Королевского музея изогразительных искусств еще интересный пламянский художник чьи работы находятся в нашей коллекции это Джефф Хейрис и несколько лет тому назад мы организовали его выставку и мы думали что он захочет делать ретроспективу и показать свою работу как бы вселиком но он выбрал совсем другой вариант это что то что мы видим это первую страницу журнала который он всегда выдает в связи с своими выставками кемпен информация он из этого региона кемпен на севере Бельгии на севере Фландри это самый небогатый регион Бельгии можно сказать самый неинтересный регион Бельгии тоже и он очень как бы очень как бы точно делает этот местный местную газету для своего городка Леопольдсберг вы видите там Леопольдсберг написано дело в том что в Леопольдсберге в 60-х был такой интересный завод завод живописи у этого художника у Джефа Хейза был друг одноклассник и его отец был владелцем как раз этого завода где работали очень много людей и они промышленном принципе изготовили оригинальные живописные работы так что люди в 60-х могли заказывать эти оригинальные живописные работы картине через почту и получить оригинальные как бы работы но вы видите в этой иллюстрации как они сидят в цехе как раз как и мы и пишут эти картины и вся выставка была об этом о промышленности живописи а живописи как отрасль промышленности это было совсем интересно у нас есть еще конечно работы более современных авторов среди них есть польская польский художник гошка или малгожата мацуга который живет в лондоне и занимается критическим критическим искусством можно так сказать то что мы видим здесь может быть это не видно но это гобелен который изготовлен в Бельгии на заводе который специализируется компьютерной техникой само ткани это делает делать станки дело в программации она очень давно выставляет эти гобелени например на выставке документа в Касселе в 2012 году были несколько ее гобелены то что мы видим здесь это гобелен в гобелен потому что есть может быть вы знаете есть копия картины Герника Пикассо копия как гобелен и этот гобелен висит в Соединенных нациях в Нью-Йорке около этого зала где встречается Совет Безопасности так что очень много политических речей были сказаны перед этим гобелен и как раз гобелен Герника его финансировал Рокефеллер в 60-х это как символ мира как символ миротворческой деятельности миротворческой деятельности ООН но на самом деле бывают разные ситуации не совсем всегда мирные художники художники взяли копию этого гобелена в Лондон на год и выставляли эту копию в галерее уайчапу в этом комнате где был гобелен был тоже огромный стол для конференцев и разные организации могли употреблять этот зал и не было никакого контроля от художника какие организации там смогли попасть так что еще как в соединенных знатих произошли разные события разных политических партий движения и даже королевской семьи то что мы видим здесь это кляш но реально была речь принца Вильямса перед этим гобеленом в Лондоне и я сказал гобелен в гобелене у нас есть этот гобелен у нас есть этот гобелен как след этого проекта в галерее Whitechapel в Лондоне опять же образ опять же акция опять же общество потому что критическая работа искусства да понятно понятно да я сказал что у нас есть работы авторов России из стран бывшего Советского Союза еще один еще один пример это работа лозунги художника Анатолия Осмоловского это еще одна работа где пыл играет важный ролл это как раз пыл из этого помещения где работа показана и клей и из этого пыля и клея формируем слова из лозунгов есть разные лозунги еще работы Роберто Филью у нас есть целый ряд графических работ принтов его сейчас быстро и это работа фламандского художника Жоэл Тюрлингс это у нее просто такие очень концептуальные работы где фигурируют цифры эквации и это бывает проекции слайдов образ у нас многими людьми и не только у нас воспринимается как живопись и это правда потому что это очень важно и до сих пор и это важная часть современного искусства и я бы сказал особенно в Бельгии потому что в Бельгии и Фландре есть длинная традиция не только живописи но и коллекционирование живописи очень очень часто бывает что у людях дома дома есть живописные работы довольно чаще я бы сказал в Бельгии это бывает чем в других странах Европы и это длинная традиция началась эта традиция уже в 16 веке и особенно в 17 веке это было очень популярно как вы знаете голландского фламандского искусства фламандское искусство в этом веке оно было ориентировано как раз на покупателя буржуазного покупателя частного человека и до сих пор есть очень много коллекционеров в Бельгии может быть наш музей не очень активно сотрудничает с ними но у нас есть работы в коллекции которые вы как бы отражают вот эту общую этот общий интерес бельгийский к образу и в частности есть в нашем городе очень известный живописец Люк Тойманс он из Антарпана он родился там он работает там он живет и у нас в коллекции есть несколько важных его работ я бы сказал эта работа может быть ключевая в нашей коллекции его название фламандское село фламандское село извините и вот он довольно типичный вид фламандского села и он становится как бы символом не только фламандской традиции живописи но и политического движения независимости фламандри которую таким образом критикуют художники сейчас очень сильные движения я уже сказал независимости и это значит что вопросы идентичности вопросы сепаратизма даже становятся у нас в городе и в стране очень актуальными но есть и сейчас правительство фламандри как раз это правовое это это вот это партии националистические партии доминирует это правительство и среди художников среди искусствоведов критиков есть очень ну как бы сильная критика многие хотят остановить это движение и они думают что как раз тот факт что в Бельгии есть два языка две культуры французский и пломандский что это ценность и что не надо отказаться от этого сам художник играет как бы не не однозначный роль в этом в этой дискуссии с одной стороны он он критикует политиков его слушает потому что он очень известный и с другой стороны в своей живописи он изображает как раз эту идентичность французскую как мы видим на этой картине последнее у меня просто еще один намек на то что у нас в коллекции все-таки есть работы женщин авторов которые тоже известны как феминист как феминисты и в частности французский художник или художница Орлан это кличка никто даже не знает ее имя и фамилию она работает под этой кличкой очень давно и она сделала целый ряд перформансов где она измерила пространство своим своим телом и одна из этих перформансов состоялось в Антверпене в 1980 году и мы недавно обнаружили что у нас в архиве и как раз архиве этой организации современного центра международного культуры есть целый ряд слайдов и другой материал документирующий этот перформанс и мы показали этот материал два года тому назад когда был юбилей музея 25 лет так что я бы я хотел это я хотел показать немножко что у нас есть в коллекции я хотел немножко проблематизировать вообще коллекционирование нашего музея и я хотел чтобы вы поняли что музей в Лападной Европы сталкивается с определенными проблемами и принимает всякие решения связанные с этим и по-моему самое важное решение это сотрудничать с коллегами в других странах Европы и я думаю что эта модель будет как бы модель пример для других и вообще говоря может быть это даже может быть интересно для публики здесь потому что этот модель может быть актуален в Беларуси в России и на Украине я не знаю где потому что я уверен что здесь музеи и коллекции сталкиваются с подобными проблемами как и мы спасибо за внимание